Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Анна Ларина, диджей. Недавно отметили Международный день диджея. Аня, по этому поводу тебя очень рада видеть в студии. Скажи, сколько лет уже? Наверное, 15, да? Да, наверное, где-то около того. На самом деле, когда работаешь на радио, не замечаешь время. Я вчера тоже думала, приду на телевидение, надо же сказать, сколько лет я работаю. Понятия не имею. Ну, 15, наверное, да. А как вообще так получилось? Помнишь вот этот момент, вот эти ощущения? Ты пришла на радио? 15 лет я старая, нет, я ничего не помню. Это было очень давно, на самом деле. Хороший вопрос. У меня, правда, это стерлось из памяти. То есть ты даже не помнишь, как это начиналось? Нет. Слушай, ну, по крайней мере, своим выбором. Я так понимаю, если 15 лет, то своим выбором ты довольна. Выбором своим довольна, потому что если бы я была недовольна, я бы, наверное, на радио не осталась бы. Ань, ну вот 15 лет – это очень большой срок, да? И за 15 лет много всего изменилось в мире, в технологиях, да и во всем, в чем угодно практически. Вот, ну, мы выяснили, что ты не помнишь, как все начиналось, но вот как было оно там много лет назад и как оно сейчас. Это большая разница. А ты имеешь в виду в техническом плане или в плане морального подачи материала аудитории? Я имею в виду именно морального, да. Аудитория, подача. А все изменилось точно так же, как и на телевидении, я думаю, и на радио тоже. Аудитория поменялась полностью. И отношение людей к радиостанции изменилось тоже. Не секрет, что были времена, когда нам приходили кипы писем, когда нам звонило огромное количество людей в эфир. Например, сейчас эра цифровых технологий, понятное дело, что письма бумажные не приходят уже давно и никому. То есть это исключительно электронка, хотя даже электронная почта сейчас в аутсайдерах. Это в основном контакт, социальные сети. Даже звонки сейчас минимальные, потому что люди полностью перешли на интернет, они все там, в цифровой среде. И звонят тоже очень редко. И это не потому, что мы не популярны, а потому что сейчас такая ситуация абсолютно на всех радиостанциях, если послушаете. Ну вот, кстати, насчет популярности. Раньше, когда-то, да, когда опять же не было социальных сетей, диджеи, это была такая загадочная личность. Вот люди слышали твой голос и представляли тебя, да, как показывает практика, потом они видели. И, ну, немножечко у них, наверное, не складывалось, да, вот многих вот так послушаешь. Сейчас складывается. А сейчас, потому что есть социальные сети, это складывается. То есть тебя могут увидеть, тебя могут увидеть везде, да, то есть никто никак не скрывается. Вот нет такого, что не хватает какой-то, может быть, интриги, какой-то загадочности. Нет, на самом деле это в плюс. Но дело в том, что я как бы не расплылась. Вот, поэтому моя внешность в плюс. И я когда встречаюсь с людьми, которые приходят на вечеринки именно ради ОК, они мне все говорят, ой, мы вас так и представляли. Ой, вы такая замечательная, давайте фотографироваться, давайте брать автографы. То есть тут как-то вот все хорошо. В моем случае все сошлось идеально. Ну вот, 15 лет на радио. Ну какой-то вот, наверное, отпечаток на жизнь это накладывает. Накладывает? Ты всегда с музыкой, ты всегда с людьми. Да, я просто сейчас подумала, много ли я болтаю в реальной жизни. Нет, это никак не влияет. Я как болтаю в микрофон, точно так же я очень много болтаю в реальной жизни. А вот в плане музыки, да. То есть я на этом повернута абсолютно полностью. Она меня сопровождает везде от и до. И мне мои домашние очень часто говорят, слушай, ну неужели можно вот и на ночь слушать, и днем, и приходить, и постоянно в наушниках. Я говорю, да, я без этого уже не могу. Ну вот, кстати, у меня было радио в жизни. Я... А я об этом знаю. Да, я спустя какое-то время, наоборот, вот приходила домой и любила тишину. Мне вот нужна была тишина. Может, у тебя был передоз? То есть у тебя передоза нет. Ну, сейчас я работаю на радио порядка 4-5 часов, и у меня ранние смены. То есть у меня световой день целиком в моем распоряжении. Я могу 2-3 часа отдохнуть, а потом все, уже мне неуютно. Уютно. Уютно, наушники, наушники и никакой тишины. Да. Вот скажи, пожалуйста, радио мы вот сейчас выяснили, да? Но для меня на самом деле вот это до сих пор уму непостижим, что называется. Помимо того, что ты диджей на радио, ты еще и клубный диджей. Так, есть такое, да. Вот как вообще так получилось? Как? Так, это же абсолютно разные вещи. Это было не так давно, не 15 лет назад, это я помню. Просто в какой-то, в один прекрасный момент у меня что-то сверху стукнуло. Ни кирпич, ни ветка. То есть просто мне захотелось работать в клубе диджеем. Я подумала, что музыки маловато в моей жизни, надо еще. То есть в нем мало, надо ночью. Да, надо еще ночью. Мне хочется еще и видеть людей, для которых я все это делаю. и пошла околачивать пороги клубов и просить меня научить. Но это же совершенно как бы другая система, да? Это совершенно другая система. Это совершенно другая, вообще совершенно другая. То есть это, получается, приходилось, пришлось тебе учиться с ноля. Да. То есть вот у тебя была твоя харизма, у тебя была твоя любовь к музыке. Харизм. Мы хорошо сказали. И с ноля, да? И с ноля, да? Да. Нет, ну в плюс тут играет то, что я более-менее музыкальный материал-то разбираюсь. То есть я не совсем человек с улицы, который пришел, и вообще ничего простили. Не знает. Это мне, конечно, в плюс. А так вот эти все кнопочки, фейдеры и прочие вещи на пультах мне были незнакомы вообще. То есть это совершенно разные вещи. Радио и клубы. А, ну вот ты, когда сидишь на радио, наверное, как-то вот, насколько я помню, чувствуешь какую-то аудиторию за, там, твоим микрофоном, да, чувствуешь каких-то людей, которые тебя слышат, для которых ты работаешь. А, это одно. Когда ты видишь людей в клубе, для которых ты работаешь, это совершенно какие-то разные эмоции? Вообще это разные эмоции, потому что в клубе, ну, по крайней мере, вот сейчас там, где я работаю, это, как правило, не будем скрывать, поддатые люди. Не всегда безумно приятно на них смотреть, и не всегда мы находимся в одной плоскости. То бишь им весело и хорошо, а мне бывает тоже весело, но не так хорошо. То есть я сконцентрирована на работе. Но было там времени немного, то есть я же свожу треки постоянно, то есть это разбежка в несколько минут, и очень часто у меня даже нет возможности взаимодействовать, то есть я там. А вот сейчас по-прежнему есть, как вот когда-то было там в одной песне, «Эй, диджей, поставь мой компакт-диск». А я, кстати, песню отставлю. Она и сейчас хорошо заходит, все старое хорошо заходит. А не просят уже, нет? Нет, у нас в клубе нет заказов песен, и мне кажется, сейчас в большинстве мест в ночных заведениях Рязани такого нет. Но диджеи все прекрасно понимают, какая публика приходит, и, как правило, на нее равняются. То есть, я не знаю, чувствуется, что вот они хотят группу «Ленинград», почему мы ее не поставить? То есть еще какие-то... Ну, особенно если формат подразумевает, что можно поставить группу «Ленинград». А, кстати, вот насчет формата. Ну, все-таки работа на радио – это вот не то, что ты захотел и поставил. Это плейлист. Точно? Как вот с этим справляешься? То есть вот появилась какая-то песня, она тебе жутко нравится, вот она у тебя уже везде-везде, тебе вот надо ее поставить людям, донести до людей. Да, у тебя и по плейлисту нет. А тут есть свой выход. Ну, во-первых, помимо того, что я по 40 раз эту песню слушаю лично дома и в наушниках, я же работаю несколько часов, и в плейлисте, если это горячий хит, он встречается несколько раз в день. То бишь, я эту песню за неделю слушаю тысячу раз, и, как правило, за 7 дней должно отпустить. Вот отпускает, как правило. А потом не бывает такого, что тошнит. Вот не то, что отпустила, а тошнит. Вот я, например, таким образом убила много любимых песен. После этого я решила, что если песня любимая, то я ее практически не слушаю. Есть, это вот последняя песня Мэтью Кома «Kiss is back». Я ее услышала как-то случайно по дороге, она не была так популярна. Мне она так безумно понравилась, я думала, боже мой, какой бит, какие задумки классные. Думала, найду эту песню по какой-то строчке. Я ее нашла в интернете, поставила себе в плейлист, стала слушать, потом она у нас пришла на радио, потом она везде появилась на радио. Слушать невозможно. А вот и ты как диджей, ты любишь какой-то определенный формат сама по себе. А я думала, меня спросят, какой музыкой я слушаю. Я тебя знаю, честно, да, много лет, вот помню, когда ты любила рок. Король и шут. Буквально было у родителей на днях, и мы с братом прям по старине жахнули. Король и шут – это мое все. Но если говорить применительно к реальному времени, то, конечно, я попсила страшным образом, ввиду того, что и клубы, и радио – это массовая музыка, я вот по дороге шла и думала, кого же я назову. Сейчас я слушаю Эда Шарана, он мне прям реально нравится. Да, это попса, но какая-то такая мелодичная, приятная, на мое женское сердце очень хорошо ложится. И мне очень нравится саундтрек «Ла-ла-ленду». «Ла-ла-ленду», да, вот так. То есть без короля и шута и прочего-прочего нормально обходишься? Нет, иногда просит душа, но это случается не так часто, как раньше. Ну, когда-нибудь, наверное, король и шутошки в ремиксах, да, появится и на радио будет. Не то, все-таки рок в ремиксах ставишь – не то. Не то, да? Душа требует именно драйвера. Да, то есть если это гитара, басы, если это живая музыка, это должна быть живая музыка. Это прям должно быть. Аня, смотрю на тебя, на самом деле восхищаюсь, вот абсолютно позитивный, да, человек, у которого все вот это вот горит. И вот не могу не спросить, вот помимо того, что ты диджей на радио, ты диджей в клубе, я не понимаю, как у тебя хватает на все это время, ты еще и мама. Да, я мама, это большой секрет, забудьте об этом. Вычеркнитесь в памяти. Нет, на самом деле на все хватает времени, все в удовольствие, прям все в кайф. От всего балдею. А ты бы хотела, чтобы вот твой ребенок тоже пошел по твоим стопам. А она хочет, прививаешь вот любовь к музыке. Я на самом деле не так прививаю, как мне прививал папа в свое время, и я даже себя немножечко корю за это. Потому что папа у меня пластинки ставил постоянно, и я слушала и слушала, Pink Floyd, Queen, то есть это было в моем доме постоянно. Ребенок у меня, конечно, слушает, опять скажу это слово, массовую музыку. Я иной раз думаю, господи, ну почему же, вот я ей ставлю, наверное, потому что, а не Джастина Хервитса из Лао Лэнда. Но это реалия нашего времени. Она вот как вообще реагирует? Вот она слышит тебя на радио. А она гордится, она говорит, мамочка, как это круто, ты диджей. Друзьям рассказывает тоже. Но они пока еще маленькие, то есть я не достигла пика своей крутизны, и я думаю, в подростковом возрасте, да, я буду легендой. Здорово. Слушай, ну вот практически все, да, говорят, что такой вопрос существует даже, есть ли жизнь после радио? На Марсе. Хороший вопрос, но так как я пока на радио, я ответить не могу. Можно было бы пофантазировать, конечно, но не хотелось бы. Но ты вообще не представляешь себе как-то по-другому. Нет, я как-то иной раз думала, что если бы я не осталась на радио, выбрала себе какую-то другую сферу, что бы это было, куда бы я пошла, и как бы я так и подвисла на этом моменте, и вот до сих пор я вишу. То есть жизнь... А можно так сказать вишу? Конечно, ну не висю точно. Подвисла. Подвисла. А то есть радио – это жизнь? Наверное, да. Музыка – это жизнь. А уж как там сложилось? К сожалению, на инструментах ни на каких не играю, а могла бы, мне кажется, проявить себя. Кстати, помогает как-то вообще в жизни вот эта музыка? Конечно, ведь я на позитиве. Больше никак. А всегда музыку можешь себе под настроение подобрать? Нет, иногда тебя не слушают грустно, а потом думают, зачем же я слушаю грустную музыку? Мне же так весело и хорошо, а после этого вытираю слезки. Это ужасно. То есть есть такое, да? Да. Ну вот скажи еще, Ань, радио тогда и сейчас, да, клубы тогда и сейчас. Ну когда-то радио, мне кажется, не знаю, слушали все, да, это было каким-то там фетишем даже для многим. Сейчас как-то, ну радио мы слушаем в машине, когда едем. То есть практически, мне кажется, никто не включает его дома, да? Вот это как-то ощущается на работе диджея? Но дело в том, что нам в помощь пробки. Это же прекрасно. То есть единственный человек, который радуется пробкам. Да, это подло, я понимаю, что вы меня будете все ненавидеть, но пробки, во-первых, делают нашу аудиторию, это раз. Ну а во-вторых, это совсем подлый момент, я работаю рано утром, то есть я еду на работу, в 6 утра никого нет, обратно я еду в 12 никого нет. Меня пробки не касаются, все, кидайте в меня камни. Но люди, тем не менее, когда стоят в пробках, они слушают радио, они звонят, ну звонят, как мы выясняли, редко, они пишут. Да, в социальных сетях мы сейчас в основном общение со слушателями пропагандируем, и хорошо, все это идет дело. Ну а вот касаемо клубов, как бы, со временем, что-то меняется? Касаемо клубов, ух, какой вопрос, сейчас буду думать. В клубах же, ведь я тоже давно играю, получается. В клубах ты тоже давно играешь, да. Изменился ли народ? Нет, как пьет, так и пили, как веселятся, так и веселились. Особо не могу сказать, что изменилось что-то, но единственное, что люди стали во всем, наверное, более выборочные. А вот сейчас задам тебе вопрос, знаешь, вот как в детстве спрашивали, ты кого больше любишь, маму или папу? И ставила это в тупик, да? Ты что больше любишь, диджейство в клубе или радио? Больше я люблю радио, потому что там я профи прям с большой буквы. Человек, ну это я так думаю, я не знаю, как на самом деле. А в клубе там еще учиться, учиться и учиться. То есть там такой пласт просто не вспаханный, это не передать словами. Но учиться это всегда интересно, не только полезно. Вот там так тяжело. Ну, наибице как-нибудь вот собираешься, наибицу. А для того, чтобы попасть наибицу, надо еще много работать. Ну, есть такая цель или мечта? Пока нет. Это, мне кажется, это слишком далеко. В старости. Ну что ж, я тебе желаю все-таки обрести, обрести такую мечту, такую цель именно до старости. Да, и обязательно, чтобы все твои планы какие-нибудь глобальные осуществились. Напомню, в гостях у меня сегодня Анна Ларина, диджей программы «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова